Всем доброго времени суток! С вами Асина, и мы вновь окунаемся в вампайзу Маскарад Блудлайнс в эти тёмные голливудские ночи. Давайте освежим нашу память и в очередной раз вспомним, что мы должны... что мы не должны делать. Ибо с момента моей игры прошло достаточное количество времени, я очень сильно заболела, и плохо всё помню. Итак, служба дегаргулизации. Айзек хочет, чтобы вы позаботились о Гаргулии, которая поселилась в Старом Азиатском театре. Вы подобрали книгу о Гаргулии в капелле Треммер в Даунтауне. Возможно, стоит сначала нанести вититник Смиллиона Штрауса, Трегента Треммер. И Дорогой Королей это наш основной квест. Я думаю, стоит съездить в Даунтаун и навестить нашего регента. В принципе, этот квест очень влияет на всю жизненную ситуацию клана Треммер. Всех остальных абсолютно нет. А Треммер, да. Езжай. Езжай, мой милый друг, в Даунтаун. Плохо помню, что будет, но будет что-то точно хорошее. Господи, какая долгая загрузка. Тут даже можно уснуть. Мы в Даунтауне. Уже забыла этот город абсолютно. Регент находится, если я не ошибаюсь, по этой улице. Вот здесь. Да, где светит мистическое солнце. Макс, я иду к тебе. Запихни свою магию до открывающихся дверей. Макс, я хочу поговорить с тобой. Найдется пару минут, чтобы поговорить со мной. Конечно. Я хочу спросить тебя о гаргульях. Похоже, одна из них живет в Старом Театре в Голливуде. Хочу спросить. Что такое гаргулья? Клан Тремор создал их. Насколько запутанны? Похоже, ты основываешься на личном опыте, Максимилиан. Что? Твое создание? Понимаю. Ну, Айзек Эбрэмс попросил меня избавиться от одной гаргульи. О, я понимаю, всецело я буду защищать тайны клана и твои тайны, Макс. Без проблем. А теперь, что мне надо сделать? Я благодарю тебя, Максимилиан. Так я и сделаю. До скорой встречи. Сколько гор он нам наобещал. Конечно, Макс в этом случае поступает не слишком красиво. Он прикрывает свою шкуру. Кто не попадал в сложившиеся ситуации? Сейчас у нас предстоит бой с гаргульей. Чему же удивляться? Кого мы только не встречали? Странную женщину из подвала больницы. Ну, кого еще? Какие-то двулапые чудища. Почему бы я не гаргулья? В конце-то концов. С кровью вроде все в порядке, но... Хотелось бы добрать капельку. Ладно, ладно. Не буду приставать к местным жителям. Ну, и приставлять к ним свои клыки. Просто поезжай. Что-то мне вообще на самом деле это напоминает. На Голливуд это точно не похоже, но... Что-то это мне напоминает. Китайский театр. Если я не ошибаюсь, в Голливуде существует китайский театр, перед которым непосредственно в бетоне выдавлены отпечатки рук, ладоней всевозможных знаменитостей. Как-то я здесь этого не заметила. Видимо, это он. Все равно этот театр. Ну, ладно. Оу. Ха. Здравствуйте. Привет. Ха-ха-ха. Интересная завязка беседы. Я хочу просто поговорить с тобой. Дорогой, тебе надо ли наупасито съесть? Постой. Я знаю твоего хозяина, Максимилиана Штрауса. Ну, понятное дело, что Казику Абрамсу я его отправлять не буду. Да, ты звучишь как заевшая пластинка. Пора тебя разбить. Так. Ну, мы же самураи, великие и ужасные. Понятно. Самурайство не помогает. Самурайство не помогает, что же делать? Ну, видимо, только кулаки и сила крови. Варкули, ты какая-то глупая. Вообще, без сомнения, глупая. Ну, вот, с левой, с левой, с левой, еще раз с левой. И так. О, боже. Это самое глупое сражение в моей жизни. Называется закликивание. Да, к сожалению, подобные баги в игре смотрятся весьма глупо. Ой! Нет, не развалился на меня. Это замечательно. И три опыта. Как это прекрасно. Ну вот. Глупая горгуля. Из-за тебя я не могу попасть туда. Вообще, весьма зловещее место. Опять же, напоминает всевозможные фильмы Дэвида Линча. С опустевшими кинотеатрами, театрами, залами, в которых разворачивается шизофренический бред главных героев. Ну, как же это красиво. У меня просто нет слов, как это красиво. Эстетически... Эстетическое запустение. Угу. Угу. Коробка с пленкой. Коробка с пленкой... Потрепанная коробка с кинопленкой. Пьяный отель. Неровный шаг. Великолепное название. Думаю, мы все, в принципе, сделали. Пора сказать Азику Абрамсу, что тоже с горгульей разобрались. Все, лрайд. Только... Выпусти меня! Прекрасно. Я отвисла. Только даст ли он нам опыт и даст ли он нам денег, я не в курсе. Ну, главное, чтобы Максимилиан Штраус нас отблагодарил. Хм... Вы знаете, дорогие мои, я очень хочу есть. Хм... О, да. О, да. Сегодня тебе вновь захотелось это сделать. А мне захотелось сделать это с тобой. Интересно, как он тут функционирует с такой каплей крови. В принципе, это не мои дела. Спасибо за кормёжку. О, да, безусловно. Только я убила горгулью. А вы, безусловно, хотите меня переманить на все известные вам стороны. Я ничего не имею против анархов. Наверное. А, ну, конечно, ладно, пока, явно денег ты мне не дашь, опыта тоже. Ах ты, старый пензиух. Ммм... Ничего, забудь об этом. Вот ведь старый хрыч. После этого я точно не люблю анархов. Ну, к сожалению, сейчас придётся прыгать из места в место. И опять же съездить в даунтаун. Ты всё стоишь, ты всё спишь. С открытыми глазами. Ну, ты не скучай. Я думаю, тебе было приятно. Блин. Девчонка так здорово идёт. Всё. Всё-всё-всё-всё-всё. Никто ничего не заметил. Спокойной ночи. Хе-хе-хе-хе. Ты ничего не видел? Что ты встал? Эй, не хочешь познакомиться со мной? Хотя это опасное дело. Там какая-то проститутка ещё шествует по дороге. Самая вкусная кровь – кровь, пойманная на дороге. С нечаянным способом. Вези меня к Рэггенту. Не очень люблю подобные скачки. Когда квест находится в одном городе, приходится ездить в другое. Эти вечные загрузки – да, это довольно-таки скучно. Я прошу прощения за сложившуюся ситуацию. Но у вас есть великолепная возможность почитать подсказки и историю этого мира. Ну что, Максимилиан, я очень надеюсь, что ты меня не разочаруешь. Меня даже не интересуют молодые люди в сиреневых рубашках, которые снуют вокруг меня. Я более-менее запомнила дорогу к нему. Найдётся пара минут, чтобы поговорить со мной. Я решила вопрос с Гаргольей, Максимилиан. Как я и говорила, мои интересы совпадают с интересами кланов. И что это означает? Безусловно! О да! О да! О да! Спасибо, Максимилиан! Хм... И ещё кое-что. Кус! Да, в принципе, ничего. Всех благ. Итак, милые мои друзья, теперь мы в пирамиде клана Тремер. Тремер, Тремер... Неважно. Главное, что у нас появилась новая квартира. И совсем не обязательно дыня бомжевать, или... Как это правильно сказать? Ну, скорее всего, бомжевать в Санта-Монике. Посетим наш новый дом. Хм... А вот он. Если честно, эта квартира, самая красивая квартира вообще, во всей игре, лучше я не видела. О, Хизер тоже тут. С таким прелестным мини-баром. Даже не сколько мини, а потрясающим баром. С хорошим телевизором. С огромнейшей ванной, если я не ошибаюсь. Ну да, с каким-то правдовым. Эй! Дама! Очисти мне, пожалуйста, ванную до блеска. А то она какая-то ржавая. Но всё очень стильно, всё очень красиво. Не знаю, мне прямо безумно нравится. В стиле такого мудрого мага. А там всё разговаривают про голливудскую канализацию, в которую всё утягивает людей. Давайте почитаем наш мейл. Так. Раскладка. Интересно, почему я должна заново вводить свой пароль? Лакруа. Я недавно прочитал Сан. Едкую статью мистера Флейтона о кафе Ковалете. Как вы помните, по-моему, в предыдущей или предпредыдущей серии мы уговаривали какого-то чувака, ресторанного критика, чтобы он написал отрицательную статью. Ну вот, Лакруа, наконец, прослезился от того, что написал этот ресторанный критик и решил дать нам, видимо, денег. Должен сказать, меня обрадовали его... Его выводы. Отлично выполненная работа. Пожалуйста, прими награду, которую я оставил в твоём почтовом ящике. Мы без сомнения скоро увидимся. Себастье, Себастье Лакруа. Ну, конечно. Прямо я стремлюсь с тобой увидеться. Угу. Так, надо поудалять немножко чего-то. Ну, хотя бы вот... Да всё, удалю. Хотя что-то там ещё было не прочитано, или мне показалось? Нет, мне показалось. Я вернусь попозже. Если у вас есть желание, вы можете сказать, чтобы она поменяла имидж? Насчёт твоего имиджа смени его. Когда я вернусь? Ну, ладно. Посмотрим, на что ты способна, когда я вернусь. Так, скинем всевозможную пакость. Дневники нам точно не будут нужны. Книгу я всё не могу прочитать. Или уже могу? Ох! Я в шоке! 30 опыта! 30 опыта! 30 опыта! Потрясающе! Это восхитительно! Это сразу здравствуй, харизма! Это сразу здравствуй, тауматургия, залп крови! И как-то жадно мне стало на это тратить, но пусть будет так. И бутылматургия всё равно должна быть на максимуме. И харизма тоже. Спасибо за 100 баксов, Украф. Вроде князь. Вроде бы живёт в небоскрёбе. А 100 баксов кинул. Фу! Как собаки своей. Мерзкий, мерзкий, мерзкий вампир. Фу! Ну что же, со всеми делами мы управились. Давайте займёмся самыми интересными нашим основным сюжетом. Нам надо съездить в какой-то то ли особняк, то ли просто загородный дом, где снимался страшный снаф-фильм, который не должен был называться снаф-фильмом. И если вы смотрели фильм Хостел, должны меня понять. Хотя фильм Хостел на самом деле страшная пакость. Бывали в этом жанре фильмы и получше. Ну да ладно. Наверняка кому-то это нравится. Поэтому я не имею права отрицать существование этого фильма. Ааа, киса! Привет, кошечка! Какая-то она странная. Собственно, здесь все странные. Как-то мне не нравится. Это мушиное царство, которое за дверью. Собственно, мы, по-моему, находимся как раз на Малахолланд-драйв. Боже мой, что за страшные звуки. Да ну? Да ну у вас! Все, что надо, это взять... Катану. Ааа, кто здесь? Кто? Или просто взмах к Катану, это уже означает, что сражение началось. Джакузи, бассейн без воды. Страшное место. Так. Угу. Память, помогай. Память, помоги мне, я не помню. Нам надо на второй этаж. Как попасть на второй этаж? Ну и здесь забраться просто негде. Здесь нет ни лестницы, ничего. Ну если только... Точно. Да. Точно, точно. Оказывается, вампир умеет по решеточке бегать, прыгать и лазить. А что у нас здесь? Конечно же, пусто. Какая я наивная. Чёрт! Это было очень неожиданно. Я аж подпрыгнула, дурак. Бестолков... Боже мой! Вот... Простите за то, что я скажу, но... Факинг щит! Что это? Ооо... Ооо... Майн гадабл! Я бью стену, из неё льётся кровь. Ха-ха-ха! Ооо, стены из крови. Стены из мяса. Замечательный дом. Сиденья из мяса. Креслица. Кровать. Текущий потолок. Ооо, майн гадабл. Так, ну ты уже меня не испугал, ты меня просто надоёл. Отвяжись. Кипи, отвяжись. Какие-то кричащие, мерзкие твари. Ужасная, ужасная комната. Просто какая-то нелепая кровать и... Торчащие кости. Мумифицированный фетиш. Мумифицированный фетиш. При взгляде на этот мумифицированный фетиш, что бы это значило? Скорее всего, то ли кишка какая-то мумифицированная, то ли кость с кожей. Вы чувствуете, как жизненная сила наполняет вашу мёртвую плоть, увеличивает скорость восстановления здоровья. Окей. Спасибо. Большое. Хоть за это. Я очень рада. Безусловно. Ой, отстань. Отстань и отвяжись от меня. Куда я не могу. Вот, как раз девушка заходила в эту дверь. Мда. Что ж ты так вот взмахиваешь? Получай. Ммм. Какая прелестная колонна. Нет слов. Даже я бы сказала, no comments. Может быть здесь просто живёт мясник, который вот корову разделал. Или что-то за голова. Напоминает хэдкрабы из этого. Хэдкрабы из Хелфлазь-2. Вообще, один в один. Что? 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 Где? Я вооружена... Не знаю. Стулом. Ну. И? Кто на стул? Ммм. Морфий? Нет. Колечко. Колечко лучше, чем морфий. Ммм. Ммм. Ещё и крови оттяпала себе. Хорошо я зашла. А вот картины... Вот, если честно, мне вот это нравится. Очень стильно. Очень красиво выглядит. Ну, естественно, страшно. Фууууу. Что за плывшая гадость? И ещё эта тварь двухслабая. Ну вот именно. Ха! Ну, по-моему, здесь больше ничего нету. О-о-о! О-о-о! Ну, привет! Что, черт побери, здесь происходит? О-о-о! Ты тот, кто снял эту кассету? Не так ли? Ты тот, кто снял эту кассету? Не так ли? О-о-о, да. Тейп... Мирли а тест. Сertainly not intended to fall into mortal hands. Fortunately, we are in the capital of mortal trickery and illusion. So did the tape drive you to find me? From whence flows your longing, child? Страстно желаю надрать тебя задницу. Нет, я почему-то очень не хочу ему грубить. Если честно, я сама не знаю, что здесь происходит. Хм... Мне жаль, но я не могу позволить этому произойти. Покажи, на что ты способен. Видимо, он собрался показывать. Хорошо. Эм... Так. Угу. Ага. Ещё и вы здесь. Фу. Мерзкие. Залп крови. Залп крови. Получи залп крови. А... А почему так мало крови? Да что ж такое-то? Почему так мало крови дали? Понятно. Кровавый щит. Раз. Ииии... Кровавый удар. О, потрясающе. Просто восхитительно. Вот эти вот двуногие, они, двурубки точнее, они страшно мешаются. Ещё и орут. Помолчите. Сейчас ночь, ищать нельзя. Они вечные, видимо. Так, надо выпить крови. Эликсир древних, явно какая-то очень пафосная кровь. Давайте выпьем пакет голубой и пакет обычный. Да заткнись ты уже. Разбегов здесь. В принципе, его убить-то осталось всего ничего. Ещё и можно совмещать. Опыт 6? Опыт 6? Да отстань ты мне, дай опыта 6. Ха-ха-ха. Шесть опыта. Эй, ты порадуешься со мной за шесть опыта? Молодой человек. Фу, 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 фу. Ой. Как с него кожу интересно снимали. Освежёвывали. Вот бедняга. Так. В сосуде даже что-то накопилось, пока мы их убивали. Потрясающе. Хм. Главное открыть дверь. Куда она ведёт, неважно. Видимо, если она куда-то ведёт, значит, нам туда и надо. Ой. Сейчас я вас познакомлю с такой замечательной частью этой игры, как канализация. Ну что ты, что ты беснуешься? Иди ко мне, дорогой. Как-то мне лень, если я даже кулаками убью. Ну, знакомиться мы будем, конечно же, не сейчас. Сейчас мы будем прощаться, потому что уже подошло время окончания нашей серии. И давай-давай, трэш-музыка, уйди в сторону. Потрясающе. Итак, всем хорошего дня, ночи, вечера или утра. С вами была Асина, и я была очень рада, что вы сегодня посмотрели со мной. И посмотрели, как я играю, и, возможно, вы оцените это замечательным пальцем вверх. Я буду этому очень рада. Ждите следующих серий, и всем пока.